Издательство Бомбора. Океан книг. Проблемой адаптации ребенка к детскому саду я сталкивалась неоднократно и с разных сторон. Как мама, как воспитатель младшей группы, как детский и семейный психолог. Я помню, как ужасно адаптировался к детскому саду мой старший сын. Много плакал, много болел, частые ангины, тяжелые затяжные отиты. Он перестал часто болеть только тогда, когда я, оставив преподавание в колледже, устроилась на должность воспитателя в его детский сад. Я работала воспитателем в детском саду как раз в то время, когда училась на психолога, имея базовое высшее педагогическое образование. Учитывая мою практическую деятельность, для выпускной работы я выбрала тему «Психологическое сопровождение процесса адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению». Мне очень хотелось помочь детям своей группы, особенно тем, которые уже на протяжении 4-6 месяцев не могли привыкнуть к садику. Они тосковали по дому, плакали, болели, словом, демонстрировали все те симптомы, которые я наблюдала в период затяжной адаптации у своего старшего сына. В результате у всех адаптирующихся детей наблюдалась положительная динамика, даже у тех, кто ее не проявлял в течение нескольких месяцев посещения детского сада. Некоторые адаптированные к садику дети, но посещающие его без особого желания, стали ходить в детский сад с удовольствием. Мой младший сын привык к детскому саду быстро, даже стремительно. В первый же день расстался без слез и остался на тихий час. Вообще, я планировала его забрать после обеда, но за обедом он уснул, и его перенесли в кровать. Можно назвать это просто везением, но на самом деле для достижения такого результата я сознательно работала, используя полученный опыт и знания, которыми с открытым сердцем делюсь с вами в этой книге. В ней вы найдете реальные истории сложных адаптаций с победным завершением. Анализ педагогических ошибок, объяснение реакций ребенка, работающие фишки и приемы. Никаких распространенных банальностей типа «Придерживайтесь дома» принятого в садике режима дня, ибо совсем не это определяет успешность адаптации. В книге я делюсь своим практическим опытом, который опирается на знания детской психологии. Максимка, а страшная чужой тетя. Мой первый рабочий день в детском саду совпал с началом адаптации Максимки. Прежний воспитатель, работавший на группе, предупредил меня, что будет сложный ребенок, который маму совсем не отпускает. Малыш уже ходил в садик пару дней, потом неделю болел, и вот опять выходит. Даже не знаю, кто больше испугался нашей встречи, я или Максимка. Мне тоже нужно было время для адаптации к детскому саду. Я сама в состоянии стресса первого рабочего дня, а тут ребенок, который с ужасом смотрит на меня, как на олицетворение зла. Ситуация осложнялась отсутствием помощника-воспитателя, няне или нянечке, как обычно ее называют родители. Максимка орал, вцепившись в маму. «Мамочка, не оставляй меня, пожалуйста!» Мне полагалось силой оторвать ребенка от мамы, а как иначе? Отвлекая придерживать его до момента ее ухода, а потом утешать до маминого возвращения. Но у меня в руках кастрюля. Я раскладываю детям кашу, потому что сегодня нет помощника-воспитателя. Я не могу взять ребенка, потому что руки заняты кастрюлей. И не могу поставить кастрюлю, потому что надо разложить по тарелкам 20 порций каши, а потом еще разлить какао по чашкам, а еще нарезать хлеб и намазать маслом, а еще покормить с ложки тех, кто не умеет или не хочет есть сам. В это время родители продолжают приводить детей. Они хотят познакомиться с новым воспитателем, задать вопросы, рассказать про особенности своего ребенка. А я режу хлеб чертовски тупым ножом, пока Максимка громко орет, вцепившись в маму. Я знаю, что нужно поговорить с родителями, проводить вновь пришедшего малыша до умывальника, помочь ему вымыть руки, посадить за стол. Но я все еще не сделала 20 бутербродов. Масло, как будто только что из морозилки, оно же не мажется, а Андрюшка уже пролил на себя какао.